Пока они чувствуют себя более-менее хорошо, они будут верить в любой бред, даже самый фантастический. И будут они в этом бреду сидеть, как свинья в грязи, потому что он им нравится. Прошло два года, и то, о чем я их предупреждал, накрыло реальность, в которой они существуют. Иначе говоря, наступила зрада. Только буржуйка, только свечи и только ведро вместо унитаза. Теперь это новый стиль и образ жизни украинского патриота. Нажиться на чьей-то беде – это как раз по-украински. И это не я утверждаю, так считают сами граждане Украины. Здравствуйте. Человеческая природа – странная штука. Это забавно, но многие из нас проживают всю свою жизнь не с отраженной в голове реальностью, а с придуманной кем-то картинкой, которая крайне слабо связана с реальностью. Понятное дело, что самое точное восприятие реальности не является ее абсолютной копией. Восприятие всегда относительное, даже то восприятие, которое мы называем научным познанием. Но в наши времена массовое сознание странным образом пытается целиком уйти от реальности в виртуальной с кем-то придуманных паранояльных картинок. Именно поэтому без психиатрии сейчас уже сложно что-то понять в современном обществе. Прежде всего в западном обществе. И особенно в украинском, которое в обезьяньем порыве доводит западные психические тренды до клинических состояний. Теперь вы понимаете, почему я в своей новой книге такое большое место уделил психиатрии? Моя книга посвящена западной философией и политической идеологией, которые сформировали 20 век. А один из инструментов их анализа – психиатрия. Потому что западные идеи, оказавшие огромное влияние на умы украинской интеллигенции, невозможно понять без психиатрического подхода. Но бог с ними, с западными идеями. Вернемся к нашим баранам, то бишь к украинским патриотам, которые наслушались моей кремлевской пропаганды. В чем их главная проблема? Даже не в том, что я кувалды реальности, ломаю их устоявшуюся паранояльную картинку. На реальность им плевать. Она их не волнует и не интересует. Они вообще могут прекрасно жить долгие годы в бреду. И главная проблема в том, что когда реальность врывается в их личную жизнь и ломает ее до основания, они начинают истерично визжать. Помните их сакраментальное «О нас за шок». Многие из них до сих пор не понимают, что СВО – это прямое следствие многолетних массовых убийств украинской армии жителей Донбасса. Они ведь до начала СВО реальность игнорировали, им на нее было плевать. А когда реальность ворвалась в их личную жизнь, поднялся дикий визг про немотивированную агрессию. Это симптоматично, в психиатрическом смысле. Поэтому украинский патриот прекрасен своей патриотической принципиальностью, когда убивают и разрушают где-то там, далеко, например, в Донбассе. Тогда у него в голове одна сплошная слава Украине. Когда ему лично хорошо, то чужие мучения лишь усиливают у него ощущение собственного счастья. И тогда он получает удовольствие от любых пропагандистских картинок. Даже самых бредовых, как это. И вот эти россияне, они ж падли. Им не верится, что это у нас асфальт, что у нас свет кругом. Вот это мой племяник, он ездил там, зарабатывал, колись робил. Кажут, а там в селах, у них ни света, ни дороги, нема в хатах, нема ни черта. Голи и боси. А у нас, они ж как бы увидели, что тут и унитазы есть, и все. И гребуть все тягнуть, а в них нема ничего. Путин все на армию, падло, гроши тратал. Такая сейчас картинка России в головах многих укрограждан. Они убеждены, что асфальта в России нет, дорог нет, электричества нет, унитазов нет, ничего нет. Только болото и жабы квакают. Поэтому, по мнению украинских патриотов, все, чего нет в России, русские выгребают из богатых, процветающих украинских сел. А вы обратили внимание, что ее племянник, который рассказал ей о российской нищете, почему-то поехал на заработки именно в нищую Россию. Не нищие русские поехали на заработки в очень богатую Украину, а невероятно богатые украинцы почему-то поехали на заработки в нищую Россию, причем миллионами. Не странно ли это? Я-то думал, что это граждане нищих стран едут на заработки в богатые страны. А тут оказывается супер-пупер богатые украинские граждане едут на прокорм совершенно нищую Россию. Где же тут логика? Хм, а ее в рассуждениях украинских патриотов нет, потому что логика, как известно, это русская лженаука. А вы обратили внимание на то, как эта украинская бабуля богато живет? Все ее рассуждения о нищете русских на фоне ее украинской богатой жизни звучат по меньшей мере забавно. Но старушка подобных противоречий не замечает, ибо давно в маразме. И украинские патриоты подобных противоречий в своей пропаганде тоже не замечают, потому что они тоже давно в коллективном маразме. И пока они чувствуют себя более-менее хорошо, они будут верить в любой бред, даже самый фантастический. И будут они в этом бреду сидеть, как свинья в грязи, потому что он им нравится. Потому что для них пропагандистский бред лучше и интереснее их реальности. Ведь их реальность совершенно грустная. Они уходят в бред, убегая от реальности. Однако, ментальный расклад в голове украинского патриота кардинально меняется, если его жизнь настигает реальность, которую он упорно отрицает своими ментальными картинками. Иначе говоря, если его убеждают в том, что белое – это черное, а черное – это белое, и при этом он получает какой-то материальный дивиденд, как макака-банан, то он легко соглашается с подобным утверждением. Даже если оно абсолютно абсурдное. Ему плевать и на черное, и на белое. И на то, что где-то украинская армия убивает детей, ему тоже плевать. Дети же-то не его. А поэтому он уверен, что они сами себя обстреливают. Но когда его убеждают в том, что белое – это черное, а черное – это белое, и из-за этого его отправляют транзитом через фронт в морг или отключают ему электричество, то действительная суть реальности его начинает очень сильно интересовать. Он внезапно становится фанатичным реалистом. А пропагандистские картинки в его голове блекнут. Ведь у него пригорает пятая точка, его личная пятая точка, а это святое. Тут на недоприятных иллюзиях. Именно поэтому меня сейчас и слушают украинские патриоты. Даже те, у которых в голове до сих пор торчат, как фалоимитаторы, картинки украинской пропаганды. Они могут меня ненавидеть, но при этом внимательно слушают. Потому что та реальность, которую я им показываю, сейчас уже касается непосредственных бренного существования. Раньше мои рассуждения о белом и черном для них были абстракцией. А сейчас эта абстракция начинает их самым непосредственным образом бить по голове. И для них это уже серьезно. Очень серьезно. А теперь давайте от чистых абстракций перейдем к непосредственному, максимально приземленному, предельно материальному их проявлению в реальности. Посмотрим, как эти абстракции в ней отражаются. Вот о чем я предупреждал украинских граждан в сентябре 2022 года. Современная цивилизация – это прежде всего электроэнергия. Без электроэнергии современная цивилизация невозможна. А значит, без нее невозможна никакая организационная деятельность. Без нее невозможны все виды коммуникаций. Без нее невозможна работа железнодорожного и воздушного транспорта. Без нее невозможна функционирование средств массовой информации. Без нее невозможна работа системы водоснабжения и отопления. Без нее невозможна работа любой машины – от кофеварки до гидронасоса. Таким образом, если вершить страну источников электроэнергии, то она погрузится в архаику и просто окажется парализованной. В связи с этим у меня вопрос. Как вы думаете, если вся Украина вдруг окажется без электроэнергии? То есть, если она как организованная система окажется в парализованном состоянии, сможет ли она эффективно продолжать военные действия? А представляете, какая тишина и покой наступят в мозгах украинских патриотов после того, как на Украине исчезнет связь, интернет, радио и телевизионное вещание? Представьте, ночь, зима, свечи, потрескивающие дрова в буржуйке, а вместо унитаза, наличием которого так гордятся укра-патриоты, дурно пахнущее ведро. А главное – пронзительная тишина на сотни километров, нарушаемая лишь завыванием вьюги за окном. Но, милые мои украинские патриоты, вы можете относиться к России как угодно, вы можете и дальше ненавидеть русских. Но русские до сих пор не трогали гражданскую инфраструктуру Украины именно из-за вас, простых граждан Украины. Но ваш президент всеми силами стремится поднять ставки в этой кровавой игре на Украине. Судя по всему, ему не нравится специальная военная операция в версии Light. И после этого в СУ начали широкомасштабные обстрелы российской территории. В связи с этим стесняюсь спросить, как там у вас сейчас на Украине с электроэнергией? Все ли хорошо? Этот видеоматериал, в котором я упоминаю украинскую зиму при свечах и с ведром вместо унитаза, патриоты Украины благополучно снесли с Ютуба. Теперь видеоматериал номер 113 можно посмотреть только на Рутубе. Для них это перемога. Но прошло два года, и то, о чем я их предупреждал, накрыло реальность, которая не существует. Иначе говоря, наступила зрада. И что теперь? Украинские патриоты попытаются удалить свою реальность, как мой видеоматериал? А смогут ли они это сделать? Реальность не Ютуб. У нее нет модераторов, и цензура на нее не распространяется. Вам не нравился мой прогноз о дурно пахнущем ведре вместо унитаза? Поэтому вы решили, что я кремлевский пропагандист. А теперь это дурно пахнущее ведро в вашей личной реальности, в вашей квартире. И не я в этом виноват. И что теперь? Куда будете встречать доносы? По данным украинских властей, в последнее время Украина лишилась 50%, более 9 гигаватт своих мощностей генерации. Уничтожена аппаратка 80% тепловой и треть гидрогенерации. Поэтому теперь на Украине на вопрос, когда дадут свет, звучится комментальный ответ, когда взойдет солнце. А исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук советует украинским гражданам готовиться к зимним холодам самостоятельно. Ни на кого не надеясь. А как они смогут самостоятельно подготовиться к зиме без электричества? Только одним способом. Купить свечи, буржуйку и запасти дровами. Иных вариантов нет. Ибо все, что было разрушено ракетными ударами российских ВКС, восстановить к зиме не получится. Они мечтают в лучшем случае восстановить 60-70% разрушенного. Но, как говорится, мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Как шановное панство собирается что-то восстанавливать, если по сути почти всю электроэнергетику Украину, генерирующую, транспортирующую и распределяющую, тебя надо строить с нуля? Я стесняюсь спросить, сколько шановное панство построило с нуля электростанции за все годы незалежности? Знаете? Я отвечу. Ни одной. Всю электроэнергетику нынешней Украины построили русские во времена Советского Союза. А теперь ускоренными темпами идет то, что украинская пропаганда называет декоммунизацией и дерусификацией. И теперь вы мне хотите сказать, что в условиях боевых действий, при отсутствии необходимых материально-технических средств и специалистов, шановный панство сможет что-то построить? Это серьезно? Они будут строить десятки электростанций и тысячи километров электросетей? Вы верите в эту чушь? Поэтому только буржуйка, только свечи и только ведро вместо унитаза. Теперь это новый стиль и образ жизни украинского патриота. Главное, чтобы городские власти уже сейчас начали копать и выгребные ямы возле живых домов. Иначе Украина утонет в собственных фекалиях. Британская Financial Times считает, что Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте. Жители страны зимой большую часть суток будут лишены электроэнергии. Издание напоминает, что до начала российской спецоперации производство электроэнергии на Украине составляло порядка 55 гигаватт. В настоящее время ее выработка упала ниже 20 гигаватт. В связи с этим украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия российских атак на энергетический сектор Украины являются долгосрочными. И это значит, что экономия электроэнергии станет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы. Поэтому, как он подчеркнул, наша цель экономить на всех уровнях, от крупных предприятий до отдельных домов и квартир. А что означает эта экономия на всех уровнях? Это означает, что, как сообщили анонимные украинские чиновники, мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте. По их мнению, жизнь в холоде и темноте – это теперь новая украинская норма жизни. А поэтому украинским гражданам необходимо готовиться к тому, что уже в январе в их домах электроэнергии будет лишь 2-4 часа в сутки. Но это если удастся реализовать оптимистический сценарий. А если не удастся, то у большинства населения Украины электричества не будет вообще. От слова совсем. И это будет, как выражаются украинские чиновники, новой украинской нормой жизни. Но все эти рассуждения были в начале июня. А в конце июля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на Украине уже уничтожено 70% энергомощностей. В июне было уничтожено 50%, а в июле уже 70%. При этом Боррель отметил, что на Украине должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы. Адміністрация закликает жителей готовиться до тривалих отключений електроэнергии. А тривалі – это какие? Это 10 год, 12 год, 2 дни? Это дни. Дни. То есть сейчас нужно быть готовым к тому, что электроэнергии не будет днями? Так. А вот, собственно, мы сейчас будем, на жаль, говорить не про плановые включения, не про плановые включения электроэнергии, а, на жаль, в некоторых районах, а и много про плановые включения электроэнергии. И, на жаль, колькість годин, протягом якого могут быть эти плановые включения, она пока что очень, очень короткая. А вот еще мнение украинского эксперта. Семи споживания электроэнергии, загалом, збільшаются где-то на 40% в порівнянні з максимумом в липні. Тобто в нас з вами величезное збільшение споживания электроэнергии. И покривати Киев не має чим можливости, потому что главная генерація, которая покривала споживание Киева, это была Центренерго, это была Трипільская ТЕЦ, яка зруйнула. Потому что на сегодня даже запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, если сейчас работает Дарницкая ТЕЦ, она все равно не покриет даже половину генерации, которая нужна Киеву. Поэтому на сегодня действительно Киев будет иметь большинственные проблемы с генерацией. То есть вы понимаете, к чему все идет? Свечи, буржуйка, ведро вместо унитаза, личный резервуар воды в ванной, машинный аккумулятор на кухне и везде дрчащие электрогенераторы. И в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Так живет большая часть населения стран третьего мира. Процесс пошел. Теперь на Украине электроэнергии дают в порядке очереди. Все потребители распределены на шесть очередей. Одни из них лишены электричества лишь на 4 часа в сутки, другие на 8 часов, третий на 12. А кто-то лишен электроэнергии чуть ли не на весь день. Свет у нас по 2 часа в сутки, город Днепр. Вот, пожалуйста, муж какую-то херню придумал, чтобы чай не закипит. Потому что ни поесть, ни приготовить, ни кофе, ни выпить, ни хрена. Просто жесть, уроды. Кого она имела в виду, непонятно. Могу предположить, что вот этого гражданина. Один только хочу сказать, что нам нужно готовиться, скажем так, не до графика включень, перепрошу, не до графика включень, а до графика включень электроэнергии. Если кто-то не в курсе, то это скорбно блеял о перспективах электроснабжения мэр Днепропетровска. А теперь, что касается ближайших перспектив электроснабжения украинских граждан. Это секретарь Киевского гурсовета пан Бондаренко. В день в кращом сценарии 4 години, в ночи в кращом сценарии будемо. Единственное, что есть понимание, и мы это от уряда даже сегодня чувствуем, что выходят из ремонта энергетической потужности, додатковой атомной электростанции. Побачим измену графики. Но пока что готовимся, на самом деле, до разных сценарий, в том числе, до найгиршего, до которого нас попереджает ДТЭК. Это возможность того, что светло будет заголовно 4 години на добу. Теперь электричество на Украине. Это непривычная обыденность, которую мало кто замечает, а огромная и неожиданная радость. А само его появление приводит украинцев в неистовый трепет и ликование. Да, вы светло. Ну или так вот. Правда, в этой ситуации до конца не ясна причина такой жесткой экономии электроэнергии. Режим Зеленского во всем обвиняет Россию, но некоторых украинских граждан терроризуют смутные сомнения. Цена электроэнергии на рынке украинском начинает превышать установленный государством параметры в 4 гривни с копейками за киловатт. Когда она начинает достигать 7, 8, 9 гривен за киловатт. Может быть, в этом причина того, что большинство украинцев сидят сейчас по 12, 16, 20 часов без света. Вчера один мой знакомый, который живет в Киевской области, написал, что за сутки он имел 3 часа света, 3 часа электроэнергии. То есть он 3 часа жил как-то похоже на человека. Пока у нас не будет ответов на эти вопросы, куда ушли деньги, что случилось именно в 2024 году, есть ли экономические причины отсутствия электроэнергии, как государство готовилось к этому периоду. Пока у нас не будет ответов на эти вопросы, бессмыслен любой диалог, по большому счету, с государством и с чиновниками. Они все равно нам не скажут правду. Ситуация в любом случае, то, что мы имеем сейчас на рынке электроэнергии, ситуация ненормальная. Она не соответствует физическим параметрам нашей энергетической системы. А может причина того, что населению не хватает электроэнергии не только в российских ракетных ударах, но и в желании некоторых влиятельных украинских граждан хорошо заработать на нехватке электроэнергии? Кто знает, сколько реально уничтожено генерирующих мощностей. Цифры какие-то уж очень большие и все время разнятся. То 9 гигаватт Украина потеряла, то 35. А еще непонятно, каково сейчас на Украине потребление электроэнергии. Ведь украинское производство сведено к историческому минимуму. Его практически нет. И количество бытовых потребителей электроэнергии тоже сведено к историческому минимуму. Десятки миллионов украинских граждан покинали страну. А это значит, что потребность в электричестве уменьшилась в разы. С еще возникает закономерный вопрос. Что сейчас на Украине рухнуло ниже? Электрогенерация или электропотребление? А кто знает, сколько сейчас на Украине зарабатывают избранные индивиды на энергетическом кризисе? Зная украинскую душу и фантастическую аморальность украинской элиты, я ничему не удивляюсь. Нажиться на чьей-то беде, это как раз по-украински. И это не я утверждаю. Так считают сами граждане Украины. Что хочу сказать. Неспроста нам вимикают свитло. Неспроста его не мает по 8 годин. Знаете, який будет результат? Если влада нас почуя, почуя наши вимоги, наши прохания, будет так. Сделать свитло по 8 и скажут, это же лучше, чем вимикание. Давайте 8 за киловатт, и мы не будем вимикать. Мне так, кажется, будет. Украина уже уничтожает нас в середине. Это просто ужас какой-то. Я не знаю, что шокается в этой стране, которую я очень люблю. Забавно. Их уничтожает изнутри, а женщина до сих пор не понимает, что происходит. Что ж тут непонятного-то? Вас уничтожает изнутри. Украина вас уничтожает. Барышня сама об этом говорит, но при этом признается в любви к тому, что ее уничтожает. Дурдом у вас происходит, если кто-то еще не понял. Поэтому над Украиной стоит вонь и гул. Давайте насладимся, но ненадолго, украинской обыденностью. Июнь этого года. Киев. Я иду и уже слышу, что работают генераторы. Это означает о том, что сейчас здесь нет света. Поверьте мне, будет очень шумно, потому что генераторы будут работать практически на каждом шагу. Передо мной генератор. Стоит возле ступенек. Это аптека. И здесь напротив тоже работает генератор. Наверное, к офисам подключились. Ну что, я захожу в арку, и там, наверное, будет очень шумно. Так что приготовьтесь, ребята. К сожалению, таковы реалии нашей жизни. Да, здесь просто стоит невыносимый гул. И так на очень многих улицах Киева. Смотрите, что вообще творится. Мало того, что шумно на улице, так тут еще очень сильно воняет бензином. Но, как мы видим, народ к этому уже привык. И спокойно сейчас здесь гуляет. В общем, генератор там. Генератор здесь. Еще один генератор. Каждая точка общепита, либо магазина, подключена к генератору. Конечно же, когда так шумит, очень сложно сидеть на улице. Просто представьте, вот вы пришли в кафе, и тут такой стоит шум. Это что-то с чем-то. Ну, народ нормально вроде бы общается. И здесь передо мной тоже еще три генератора работают. Хотя соседнее кафе совершенно пустое. Никто не хочет сидеть и дышать газами, дышать бензином. А это уже июль. Тоже Киев. Сразу я слышу, что здесь работают генераторы. Очень шумно. Это означает, что на данный момент в этом районе отсутствует электричество. В общем, продолжается отключение. И вот люди как раз тут стоят, торгуют. И передо мной генератор орет на всю улицу. Очень сложно говорить возле них. Да, тоже генератор орет вовсю. Ну и... На противоположной стороне точно такая же картина. Генератор раз, генератор два и три. Иначе невозможно высидеть при таком шуме, при такой жире. Здесь тоже орет генератор. Ну, людей это нисколько не смущает. Все уже привыкли к этим звукам. И, если честно, для меня уже звук генератора как родной. Поэтому я этих звуков не боюсь. Да, здесь тоже он вовсю орет. Тут тоже работают генераторы. Бизнес не сдается. Предприниматели нашли выход и работают. Даже в такое сложное время. Пожалуйста, шумят, гудят. Но все равно все открыто. И новая почта, и ломбарды, и магазины. Можно все купить. Да, здесь тоже как раз площадка. Можно посидеть, отдохнуть в тенечке. Очень хорошо. Ну и генераторы, конечно же, работают. Куда без них. Они специально спрятаны таким образом, чтобы не шумели. И вот тут генератор тоже спрятан как раз. Вот замок, чтобы не унесли точно его. Вот такая вот жизнь. Тоже июль. И тоже Киев, но другой район. Нахожусь я в спальном районе на Русановке. Увидим, чем тут занимаются люди. Вообще, какая атмосфера на данный момент в столице. Ну и что я могу видеть? Сейчас тут есть отключение электричества. Потому что очень шумно работает генератор. Пожалуйста. Вообще, когда есть отключение света, проблема с интернетом, я вам рассказывал. В общем, не всегда удается посидеть даже в интернете, почитать какие-то новости. И вот я слышу, тут тоже сейчас работает генератор. Хотя, казалось бы, да, люди сидят отдыхают. Но все равно здесь тоже есть отключение электричества. Вот генератор. И люди вынуждены подключать их для того, чтобы быть со светом. Пожалуйста. Вот, кстати, тоже магазин прохожу. И здесь тоже работает генератор. Ну, кстати, здесь тоже работают генераторы. И проблемы с электричеством, как мы видим, тоже присутствуют. Мы идем дальше. Ой, да, сразу завоняло бензином. Конечно же, неприятно. Прохожу я на другую сторону. И что я вижу? Аналогичная ситуация с электричеством. Тут тоже нет электричества. Работают генераторы. Это тоже июльский Киев. По поводу ситуации с электроэнергией. Вот, можем наблюдать. В данном районе отсутствует электричество. Работает генератор. И вот эта стоматология, я так понимаю, работает на таком альтернативном источнике электроэнергии. На примере моего дома света, точнее, свет был только 6 часов в сутки. Все остальное время электроэнергия, к сожалению, отсутствовала. А вот так вот сейчас выглядят улицы Одессы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну а если у тебя есть еще автомобиль Тесла, то твое украинское счастье будет гораздо мощнее, ведь Тесла это не только средство передвижения, но и месторождение замечательных аккумуляторов, способных обеспечить квартиру электричеством аж на 10 часов. Покупаешь Тесла и добываешь из нее аккумуляторы. Ну разве это не супер? Правда, украинские пельмени почему-то на фоне этого супера хронически грустят, крепко обнявшись в упаковке. Ну а что вы хотели? Надо терпеть. Глава офиса президента Украины считает, что вы уже победили. Все поняли четкий посыл Ермака. Украина уже победила. Все этому рады. Только пельмени грустят. Ермак перемог, а пельмени зрадуют. Но от пельменей можно отказаться. Не только от пельменей. От цивилизованной жизни как таковой. Этого требует Украина. Как тут не вспомнить откровения пана Зеленского? Ось. Повертаю вам Украину. Рама погнута. Цепь порвата. Осталось ввиду Украины таки бардачок. Зато великий. А что вы на меня смотрите? Я ни при чем. Понятное дело, что он в разрушении Украины не виноват. И в уничтожении энергетической системы тоже. Правда, не все этому верят. В условиях отсутствия электричества загрустили не только украинские пельмени, но и украинские обыватели. У них теперь нет веры ни в украинские пельмени, ни в перемогу. А пан Ермак и его главный помощник пан Зеленский их очень сильно раздражают. И чем дольше в жилых домах Украины отсутствует электроэнергия, тем больше зарады в головах украинских обывателей. Как я уже говорил, им плевать на все, кроме себя любимых. Отсюда и этот крик украинской души. Что вы делаете с народом? Я в шоции. С этим светлом уже за***ли. Я пробачаюсь. У меня уже слов нет. У меня маленькая дитина. Я с ней на улице не гуляю. Я не могу приготовить. Холодильник не успевает морозить. То есть все пропадает. Пятнадцати порох, электродім, немає води, немає на чому приготовить и есть. Мы не выходим с дитиною на улицу. Девять часов в ранку включили. Включили. А включили аж три часа дня. Дали на три часа до шести вечера. Сейчас обратно выключили. С дитиною сходили на улицу хотя бы чтоб час якийсь там купить и есть и быстро прийти додому что-то приготовить. Хоть дитина, чтоб капнула кусочек этого воздуха. Чтоб вы, блін, так жили. Чтоб вы сдохли же цей, б***ь. Чтоб вы за сдохли с этим светлом. Я вас, блін, ненавижу. Вы обратили внимание, что у них в последнее время пропала стандартная концовка любого спича. Они перестали кричать «Слава Украине!». Странно. А кого эта барышня так ненавидит? Агрессора? Но она ни разу не прокляла Путина. Это тоже очень странно. Мне почему-то кажется, что желает смерти она не оркам, а персонажам на банках. Хех. Интересно. Девки пляшут. А вот еще мнение украинского гражданина. Вы знаете, всю эту историю с отключениями света я рассматриваю как некий эксперимент. Эксперимент над украинцами для того, чтобы проверить их уровень болевого порога. Вот когда закончится у нас терпение и когда люди начнут, ну не знаю, что-то делать хотя бы. Потому что говорить уже надоело реально, а именно начинают что-то делать. Я уверен, что нас тестируют на болевой порог, на человечность. Мы станем с собаками, с котами, не способными противиться этому беспределу. Или мы все-таки вспомним, что мы люди. Прям интересно. Мужчина вдруг ощутил, что над населением Украины проводится некий эксперимент. Сотни тысяч его сограждан лежат в могилах. Еще сотни тысяч отлавливаются по всей стране как животные. Миллионы покинули страну. Украина разрушена. Идет война. И тут вдруг он ощутил, что над ним и такими как он проводится эксперимент. Но не в связи с вышеупомянутым, а потому что начали отключать электричество. И их человечность, считает он, сейчас проверяется не убитыми украинской армией детьми Донбасса, Белгородской или Курской областей, а способностью бунтовать по поводу перебоев со светом. Как вам такая сугубо украинская полуживотная логика? Из всего мной перечисленного этого мужика ничего не волнует. От слова совсем. Волнует его только то, что ему электричество отключают, мешая комфортно жить. А поэтому он в духе Достоевского сурово вопрошает, мы твари дрожащие или право имеем. Из всего этого бытового неудобства у украинских обывателей рождается великое подозрение. Ну что, ребята, света нет по 15-18 часов в сутки, это Киевская область. Мне вот хочется спросить, как там у вас крышечка еще не поехала? Ведь это тоже способ манипуляции, ограничения, рабство это называется. Ведь хозяева решают, когда раб будет спать, кушать, пользоваться благами или работать. Так вот, границы закрыты, мы никуда не можем выехать. Даже наши дети, сыновья, которые по 18 лет, тоже не могут никуда выехать. У нас есть комеданский час, мы тоже ограничены во времени, пора ложиться спать. У нас электричества нет. Как кормить детей, как держать продукты, никого это не интересует. А ракеты продолжают летать. У нас скоро и вода по графикам будет. Будут решать, когда мы можем пить, а когда не можем. Ну и плюс на уличке, плюс 40, плюс 45. Вы знаете, сколько людей умирает от тепловых ударов? И представляете, как военным сложно. И все это, потому что кто-то делает бизнес или эксперимент. Эта украинская гражданка до сих пор не поняла, что ее рабское положение определяется не ограничениями в подаче электроэнергии, а несколько иными вещами. Ей кажется, что она попала в рабство, потому что злые дядьки ограничили ее потребление. При этом она уверена, что до этого момента была абсолютно свободным человеком. Видите, у них свобода ассоциируется с потреблением. Нет потребления – нет и свободы. Есть потребление – есть свобода. А вот так вот их свобода выглядит, когда светло и есть электричество. Клони колено! Клони колено! Хвилина мовчаня! За защитниками и защитницами Украины! Моцкань, бройте мимо! Клони голову! Клони колено! А кто иди – фотографуйте, выкладайте в мережу! Пацаны, я вам не заважаю! Вот вы двое! Я вам не заважаю! Киев, остановись! Шана героев! Честь героев! Вечная слава героев! А вы двое на колено поедете в машине! На колено! На колено, ***, перебираем! Дякую, Киев! Вы молодцы! Мы помнимо каждого и каждого, кто отдал своё життя! И кто находится в молодости, так вот! Шана, честь, вечная слава героям! «Пошёл» Впишись на сцену на сцену! Gem-Faure Таких, чтобы мы могли вклониться перед каждым и пометать, 9 часов в ранку, Киев, вся страна на полинах, 9 часов в ранку, все Украины, главные молчания, зупни в окне. Если кто-то не понял, то поясняю. Сейчас все население Украины каждый день ровно в 9 часов утра обязано стоять на коленях. Потому что украинцы не рабы, а тех, кто не встал по приказу на колени, украинские патриоты забирают неизвестно куда для патриотического воспитания. Так всех украинцев приучают, как собачьих Павлова, жить на коленях. Все украинцы должны стоять каждый день на коленях во имя погибших героев, чья смерть дала им возможность стоять на коленях. Потому что ничего другого смерть их героев им не дала. Такое вот яркое проявление концлагеря и дурдома в одном паранояльном флаконе. Но украинцев это не беспокоит. Никто на это не жалуется. Всех волнует лишь оттутствие электроэнергии. Их мысль предельно проста. Можете нас поставить на колени, можете поставить раком, но только дайте электричество. Они уже привыкли становиться на колени по свистку. Их уже приучили жить стоя на коленях. Многие уже привыкли становиться по свистку даже раком. Так проявляется человеческое достоинство по-украински. И украинцам нормально. Главное, чтобы электричество не отключали. Удивительные люди. Ну ладно, резюмируем. В АТБ терминалы не работают. В Сильпо терминалы не работают. В Форе терминалы не работают. Зарплата приходит на карточку. Налички нету. В маршрутках прошу оплатить картой, потому что налички нету. Снять карточки я не могу, потому что я не умею снимать с виртуальной карточки, когда у тебя нет ее физически. В трамвае едешь с зайцем, потому что ты тупо не знаешь, как его оплачивать. Интернета нету. Света нету. Еду купить не могу. Приготовить не могу. Похоже на апокалипсис. Интересно, что бы сказала эта девочка, если бы 10 лет прожила в Донецке под украинскими обстрелами? Или в Белгороде хотя бы пару месяцев? А лучше в каком-нибудь из сел Курской области, которые захватили украинские каратели. В этом случае ее представление об апокалипсисе было бы совершенно иным. Но она этого не понимает. Пока не понимает. Ну да ладно. Продолжим тему украинского апокалипсиса, плавно переходящего, если верить укрогражданам, в геноцид. Короче, у меня 26 часов и нету света. Я сижу в машине, пытаюсь зарядить экофлот и немножко огладиться под кондером. Со вчерашнего вечера, с 7 вечера, у нас нету тупо света. Разрядилось все. Все, что могло разрядиться, оно уже разрядилось. Что я вам хочу сказать? Это, блядь, ебаный геноцид. По-другому, ну, как бы не скажешь. Нету ни связи, ни света, ни интернета. Ни хрена нету. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Что меня в этих людях больше всего удивляет? Не их злость, возмущение и проклятие. Больше всего меня удивляет их ярко выраженный аутизм и слабоумие. Они, судя по всему, не знают, что идет война. И о том, что наносятся ракетные удары по украинским электростанциям, они тоже не слышали. Им кажется, что кто-то их лишает привычного жизненного комфорта по злому умыслу, чтобы сделать им плохо. В этом они похожи на маленького ребенка. Споткнувшись о бордюр и упав, он громко плачет, потом встает, берет палку и яростно бьет бордюр. Ребенок уверен, что его болезненное падение – это результат злого умысла бордюра. Поэтому он расстроен, обижен и возмущен. Эти люди мало чем отличаются от маленьких несмышленных детей, хотя уже сами нарожали детей. Если они не могут обнаружить причинно-следственную связь между разрушенными электростанциями и перебоями в подаче электроэнергии, то как они могут уловить не столь очевидные причинно-следственные связи? Поэтому они реально не понимают, что их Майдан – это следствие организационно-подрывных усилий спецслужб западных стран, а не народная революция. Они реально не понимают, что война на Донбассе – это прямое следствие Майдана, а не происки злых сепаров. И они также не понимают, что специальная военная операция – это следствие войны на Донбассе, а не так называемая немотивированная агрессия Кремля. Многие украинские граждане реально не улавливают прямую и очевидную связь между многолетними артиллерийскими обстрелами украинской армии донбасских городов, началом СФО и тем, что у них сейчас происходит. Они искренне возмущены внезапными трудностями жизни без электроэнергии, но им и в голову не приходит возмутиться тем, что из-за Украины без электричества и иных благ цивилизации под постоянными артиллерийскими обстрелами жители Донбасса живут с 2014 года. Для них этого нет, для них есть лишь отключение электроэнергии в их личных квартирах и связанные с этим бытовые трудности. Их волнует только это. Все остальное – война, разрушение, кровь, смерть и прочая реальность – находится за рамками их кастрированного сознания. Все это для них не актуально. Все это не имеет для них никакого значения. Поэтому и делать с ними можно все, что угодно. Их экзистенция лишена целостности. У них она в виде фрагментов жизни, которые не связаны друг с другом причинно-следственными связями. Каждый такой фрагмент для них не является следствием предыдущего фрагмента. Для них он возникает из ниоткуда и исчезает в никуда. У них целостность личности по сути разрушена. Жалко ли мне их? Я не могу сказать, что на Украине все уж так плохо. Возможно, кому-то иногда и не хватает электричества. Но в целом все очень даже хорошо. Ведь на такие веселые мероприятия в Киеве электричества хватает. И радостно скачущие публики на них тоже предостаточно. Видите, какая масса довольных украинских патриотов наслаждается жизнью? У них, сути по всему, есть свет. И ТЦК до них еще не добралось. Жизнь в целом прекрасна. У них все хорошо. Пока. Хорошо. Почему пока? Потому что набег ВСУ на Курскую область может стать причиной существенного изменения энергетической ситуации на Украине. Все так или иначе идет к тому, что украинские граждане останутся без электричества. От слова совсем. Гражданина Зеленского не устраивает мягкий вариант СВО. Он все время бредит войной на тотальное уничтожение. И боевые действия в границах Донбасса, судя по всему, ему тоже не нужны. Он хочет, чтобы тотальная война накрыла всю Украину. Отсюда и непрерывные украинские обстрелы российской территории. И отсюда же недавняя атака на Курскую область. Он поставил на кон Украину и все время повышает ставки. Поэтому, мои дорогие украинские граждане, не удивляйтесь, если в одно прекрасное утро вы узнаете, что в вашем доме больше никогда не будет электричества, а вместе с ним не будет и привычной для вас цивилизованной жизни. Все предельно закономерно. Поэтому сейчас вам надо не расстраиваться и не возмущаться, а наслаждаться жизнью, даже если у вас электричество лишь пару часов в сутки. Ведь придет время, и вы будете вспоминать о нормированной подаче электроэнергии, как об удивительном чуде. Я не буду вам рассказывать об ужасах жизни без электричества. Не хочу вас пугать и расстраивать. Тем более, что в подобной ситуации есть и свои плюсы. Как минимум, у вас появится много свободного времени. К примеру, съев свой нормированный сухпайок, посетив отхожее место на улице и подбросив дровишек в буржуйку, вы всегда сможете собраться в тесной патриотической компании, в отапливаемой комнате для хорального песнопения. В подобных условиях значение коллективного патриотического воспитания становится крайне важным. И я даже знаю, как это будет выглядеть. СПИЛ НАШИЙ ГОРОЖЕНКИ 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 Что мы делаем? Поддерживайте производство нашего интеллектуального продукта морально лайками и материально. Номер карты Сбера и Юмани под каждым нашим видео материалом. Продолжение следует...